всем здрасте этот ролик друзья создан по вашим просьбам более того благодаря именно вам vl 10 походу самый массовый и скорее всего самый удачный грузинский электровоз хотя не без помощи невза она ведь видите как с одной стороны вполне заурядный лог плюнуть да растереть а с другой очень интересная машина да еще со всякими приколюхами к примеру часть электровозов vl 10 имела кузов от серийного тепловоза но об этом ниже а сейчас по традиции немного истории 50-е годы это десятилетие триумфа советской экономики когда она переживала подлинный рассвет советский союз стремительно сокращал отставание от соединенных штатов даже лозунг был такой то гоня мы перегоним америку в полной мере это нашло отражение в технике тогдашние инженеры конструктора были подлинные новаторы вспомним победы в авиации космонавтики не был забытый железнодорожный транспорт пятьдесят шестом году прекратили строить парики дороги дружно переходили на прогрессивные виды тяги создавались новые тепловозы и электровозы в том числе и грузовой двухсекционный vl 8 машина надежная как собака но такие темпы роста фиксировались каждую пятилетку что концу пятидесятых даже vl 8 переставали удовлетворять возросшим объемом перевозок ну ничего страшного построим новый еще более мощный электровоз и вот к 1960 году тбилисские инженеры разрабатывают технический проект новые машины и после его утверждения в мпс в 1961 году агрегат выходит из ворот тевза назвали его т-8 тбилисский восьмиосный вот подивитесь по дизайну напоминает какую-то колхиду 608 как говорится кто на казе не работал тот не знает горя но несмотря на унылый чуть менее чем полностью дизайн машина стала намного прогрессивнее прежнего vl 8 главное достоинство это именно кузов теперь тяговые тормозные усилия передавались через раму кузова они через сочлененные тележки как это было раньше тележки также улучшили вместо тяжелых литых стали использоваться цельно сварные брусковые это позволило заметно уменьшить воздействие на путь тем не менее по электрической схеме и применяемым электрическим аппаратом локомотив почти не отличался от вл-8 разве что только приемник обновили на новый p5a зато тяговые электродвигатели стали свои грузинские тл-2 значительно мощнее чем нб-406 восьмерок 650 киловатт против 525 и смотрите теперь входная дверь вела не сразу в кабину а сначала в колидор соответственно стало проще соблюдать пресловутый тепловой режим еще нужно отметить что тележки не имели листовых рессор а только спиральные пружины зато буксы были уже поводковые они челюстные при этом телеги для нового электровоза построил не тэпс а старый добрый новочеркасский завод а кузов запилил луганский завод тот самый который строил тепловозы ладно как говорится раз уж построили аппарат надо хоть испытать его прям не знаю пока и пробные поездки электровоз проходил в родных краях на участке тбилиси застафоне а затем его отправили куда зачем же сразу на выставку в москву так вот после показа новинки летчики испытатели покатали ее на экспериментальном кольце щервинки и после отдали в челябинск пущать там работает по итогу новомодный электровоз был признан вполне годным способным водить грузовые поезда со скоростями до 100 километров в час на радостях шестьдесят втором году тэпс выпустил вторую машину серии т-8 а в шестьдесят третьем году сразу пять электровозов с 003 по 007 номера и затем постепенно стал наращивать выпуск новой техники с 003 номера для снижения шума в кабине вспомогательные машины перенесли ближе к концу секций туда же в конец поместили и только приемники весьма интересное техническое решение и вот какой прикол кузова для новых электровозов как уже было сказано строил луганский завод вплоть до двадцатого номера но вероятно чтобы меньше париться с 004 машина кузова на ты воспоставлялись от серийных тепловозов 2t 10 л это был острый выпад в сторону электровозников чтобы немного подсластить пилюлю фермер назвали такой кузов не охватывающим облегчающим доступ к тележкам ну круто конечно однако уж слишком экстравагантно увидев такую дичь новочеркасский завод решил перехватить инициативу и с 021 электровоза стал поставлять в грузию кузова унифицированные с вл-80к и кстати тележки тоже стали унифицированными с листовыми под буксовыми рессорами причем еще раньше с 009 номера осталось добавить что серии т-8 к 63 году была переименована в вл-10 и картина запуска нашего героя в серию становится совершенно ясно друзья мои наши ролики отличаются тем что мы стараемся черпать материал не только из книг но и из воспоминаний очевидцев работавших когда-то на этих славных машинах и вот наш добрый друг алексей геримович который уже делился воспоминаниями о чебураторах через 2 в этот раз он поведает о своих впечатлениях от электровозов вл-10 давайте послушаем его уникальный рассказ локомотив вл-10 после маленького чеха кажется просто ангаром кабина просторная ввк много места ну начну с кабины она действительно просторная широкая но зимой прогревается достаточно долго пока ты на воздух разгонит вентиляторов как на чехе там нет да еще форточки особой конструкции на ходу все выдувает не знаю почему но у нас был дефицит сидушек на кресло хорошо если по одному комплекту на машине было приходилось их таскать из одной кабины в другую на вл-10 для того чтобы окошки лобовые протереть нужно было проявить сноровку особенно зимой карабкаться по отвесной зеледенелой морде то еще удовольствие а стеклоочиститель подтянуть это вообще жесть на вл-11 проще встал на разветочный ящик и занимайся да и тифон на 11 стоял на ящике починить несложно а на десятке на крыше проблема с тифоном загоняй на эстакаду я уже слесарем работал помню на 11 тифон починил стопор закручивал а машинист дуднул кубарем с этого ящика слетел помощник подбежал ты как да вроде в норме машинист высунулся ой а я про тебя ты забыл ну хорошо браток что не высоковольтной камере ты меня забыл контроллер неудобно расположен обходить его приходится да и крышку панели приборов у машиниста откинуть нельзя в рукоятку контроллера упирается приходится ее сдвигать назад кресло тэну машиниста менять это проблема вытащить эту приблуду из такого закутка очень трудно хотя доступ к элементам контроллера неплохой крышка на защелку по весь рост тумбу снял и все нутро видно клапаны тифона и свистка на десятке расположены у помощника под левой рукой внизу если неисправность в электрической части помощник мог рукой наветили понажимать песочницы под первую колесную пару на десятке располагались под кабиной в лючках со стороны ввк прочистить их было сложно теперь высоковольтная камера ввк довольно широкая и просторная что на десятке что на vl11 хороший доступ в контактором вспомогалок реверсорам и так далее контактор поменять тоже практически не проблема принадлежащие сноровки и данном инструменте дверь в фор камеру левая ввк закрывалась через тяги одновременно с центральной дверью двери ходили на роликах по уголку часто ролики слетались направляющие двери клинило решали проблему с помощью фонки и молотка мотор вентилятор располагался сразу за ввк генератор управления находился на одном валу с мотором вентилятором с одной стороны хорошо а с другой не очень если генератор неисправен меняет нужно весь узел мотор компрессор загнан в угол в конец кузова причем развернут так что доступ неудобен как к двигателю так и компрессору компрессор кт-6 имеет вентилятор охлаждения цилиндра высокого давления с ременным приводом как же с ним мучились двигатель соединен с компрессором упругой резиновой муфтой разбирать долго собирать сложно еще на vl10 нет обогрева клапанов главных резервуаров клапана продувается вручную зимой все это успешно промерзала экипажная часть механика на машинах просторная но устроены так что в одно лицо колодку не поменяешь штака регулируется длинным винтом с резьбой все это открыто завивается пылью летом и льдом зимой кожуха зубчатки крепятся болтами бабушками они бывают с редкой и частой резьбой вообще замена кожуха довольно сложная и грязная работа бабушки не идут хорошо если с редкой резьбой попадется крутить меньше кожуха заправляли с особой смазкой летом еще ничего а вот зимой смазка превращалась в малоподобную субстанцию и приходилось ее разогревать заливные горловины в кожухах узкие половину мимо проливаешь половину в себе в рукав то же самое с шапками моб и наконец крышевое оборудование крыша на vl 10 очень просторная нет никаких горбов теоретически даже без ограждения можно осматривать поскольку есть за что зацепиться только приемник простой но довольно тяжелый слабое место это каретки полозов летели на раз в остальном крыше хлопот не доставляла вот оно какое мнение профессионала такое не прочтешь ни в одном учебнике спасибо алексею билиновичу джентльмен разумеется хочет узнать технические характеристики серийного vl 10 пожалуйста рот тока постоянный напряжение контактной сети 3 киловольта сцепной вес 184 тонны система регулирования контактно-реостатная подвешивание тяговых двигателей опорно-осевое мощность часа валя 5360 киловатт скорость конструктивная 100 километров в час электрическое торможение рекуперативное кпд 90 и две десятых процента сравнивая кабину vl 10 хотя бы кабиной восьмидесятки действительно прежде всего обращаешь внимание на чудовищную тумбу контроллера она уместно разве что в качестве симулятора грибца хотя управление машина надо сказать весьма проста насчитывает три ходовых позиций и 34 промежуточных можно еще шунты давать тарошу пульт информативный шкала приборов крупные и легко читаются рукоятки переключателей вполне удобно переключаются с характерным звуком как по нам для пескоподачи можно бы сделать ножную педаль как на чес 4t они эту тугую загибалку благополучно перекочевавшую и на vl 80s про сиденье стеклоочистители обогрева вентиляцию кабина говорить не стоит ибо это один сплошной фейл от горе изобретателей тбилиси строил десятки до 1976 года включительно с 69 года нэпс также стал сам собирать эти машины а не только поставлять грузию тележки и кузова выпускались на черкасский vl 10 до того же 76 года включительно и всего было построено 1904 электровоза этой серии поговорим о модификациях vl 10 кроме чисто десяток teps 84 85 годах выпустил некую модификацию vl 10 н норильский назвали бы лучше х холодный это ограниченная серия всего 10 машин конструктивно почти как серийные электровозы но без крыльев без рекуперации после постройки их отправили в норильск где машины какое-то время работали однако начиная с 90-х постепенно превратились вот в это весьма прискорбно тем более что если верить источникам электрификации в норильске было обратной рельсы плюс а контактный провод минус якобы такая схема позволяла уменьшить электрокоррозию опор контактной сети может джентльмин что-то слышал об этом грузовые vl 10 зачастую также подвергались модернизациям например несколько десятков электровозов были оборудованы и пт им добавили электроотопление вагонов и присвоили индекс п пассажирский а челябинский завод вообще превратил два vl 10 в односекционные аппараты наварив на каждой секции еще по одной кабине получилось четырехозный пассажирское чудо тот же челябинск в двухтысячных годах задумал таки провести коренную модернизацию десяткам где гвоздем программы стала модернизация кабины при этом тумба контроллера была упразднена вместо нее приспособили кнопочки в электронной системе управления тягой более того улучшенные vl 10k научились работать по сме кабина стала выглядеть современнее хочется верить что бригада нравится правда злые языки утверждают что кнопки контроллера нередко залипали может да а может и нет давайте скажем и об электровозе матрисе vl 10 777 модернизация того же завода вот он смотрите одну секцию оставили как есть а вторую переделали под пассажирский салон со всеми удобствами включая умывальник холодильник туалет интернет винегрет и так далее на наш скромный взгляд самой пикантной фишкой этого убранства явились сиденья от автобуса кавс печально что электроматриса сгорела в 2013 году завершая тему модернизации скажем и о грузинском 4 е 10 переделки двухсекционного электровоза в односекционной после апгрейда часовая мощность стала равняться 2680 киловаттам а скорость осталась той же 100 километров в час всего было модернизировано 15 электровозов пуп www.nana.ru для тех кто хочет знать про vl 10 все на электровозах с 0 21 по 144 номера только приемник располагался в середине секции с электровоза vl 10 288 tebs и vl 10 622 на все стали применяться двухцветные буферные фонари. На машине номер 288, кроме того, пар камеры в виде короба и визуально стали шире жалюзи. С электровоза VL-10 1722 TEBS и 1348 NEBS жалюзи забора воздуха перенесены на крышу серийно, а до этого были опытные VL-10 488, 489 и 490 с такими же жалюзями. С VL-10 720 NEBS стали устанавливаться козырьки над буферными фонарями. Друзья мои, а ведь мы припасли еще один рассказ про VL-10 от дедушки, который работал на них в прошлом. Интервью взял наш подписчик Александр 174. Ссылку на его железнодорожный канал мы оставим в описании. Итак, слушаем дедушку. Сначала VL-10 появились у нас в 69-м году. Первые номера до 22-го номера VL-10 это были электровозы грудинские. А вот после 22-го, тоже в 60-е, 70-е года. Вот я как раз с армии пришел, в 69-м их мало было, а с армии пришел, уже были Новочеркасские. Дальше пошли. Вот они у нас и появились. Заменили они все VL-8. У меня первая поездка была на VL-22. У меня потому что первую поездку поехал на пассажирки. Машинист попался в пассажирки. Мы первую поездку поехали резервы в МИАС. Тогда ходил поезд Училы-Кубертау. А Училы это на Училинской ветке. А там до МИАСа-2 только электрификация. МИАС и МИАС-1. А дальше до Училов там не электрифицированы. И сейчас не электрифицированы. Там ходят тепловозы. Тепловоз в МИАС прикосил Училинский. Мы заехали в хвост на VL-22 и поехали. А на VL-8 я тоже ездил. Да, респект деду и спасибо Александру-174, взявшему интервью. Просим внимания на слайд. VL-10-792. Джентльмен, возможно, в курсе, что эта машина стала героем совершенно поехавшей игрушки Train Siberian от польских товарищей. В центре сюжета, как мы поняли, некий юноша, который совмещает профессии слесаря и машиниста. После ремонта электровоза он отправляется в далекий путь по заснеженной Транссибирской магистрали. В поездке товарищ умело юзает бензопилу, а также прямо за правым крылом жрет, понимаешь, огненную воду. И все это на старине VL-10-792. Ай да поляки, ай да молодцы. Друзья мои, VL-10 спустя годы стал родоначальником целой группы электровозов, сходных с десяткой. VL-10U, VL-11, VL-11M и так далее. Строились они на протяжении 33 лет, что является рекордом. Из электровозов в такое же время выпускались только серии VL-80, а из тепловозов, наверное, ЧМ-3 31 год. И как в VL-10 чмухи полюбились многим железнодорожникам, например, Максиму Машенюге. Наверное, секрет успеха в разумной простоте и функциональности локомотивов, их надежности и ремонтопригодности. Недаром ЧМ-3 работает вот уже свыше полувека. И еще столько же проработает молодой человек. Обещанной популярности тепловоза свидетельствует хотя бы тот факт, что его модель выпускает уважаемая компания Евротрейн. А свои модели, как известно, она выполняет на высоком профессиональном уровне, иначе и быть не может. Вот послушайте. Ребята из Евротрейна популяризируют железнодорожный моделизм. Они единственные в стране, кому удалось под одним брендом объединить и макетную студию, и сеть магазинов для моделистов, и даже производство самых разных моделей, сувениров и макетов, в том числе по специальному заказу. И вот ЧМ-3 модель в 87-м масштабе для колеи 16,5 мм. Наверное, нет такой дороги на территории бывшего СССР, где бы не работали эти аппараты. Да что там Союз? Они трудились и в других странах. Соответственно, мало найдется людей, которые никогда не видели чмуху. Наоборот, этот тепловоз является неотъемлемым атрибутом каждой крупной станции. Поэтому модель органично впишется на любом макете, где показана эпоха, начиная с 60-х и заканчивая нашим временем. Отдельного уважения заслуживает то, что специалисты Евротрейна решили заморочиться и выпустили четыре разновидности модели ЧМЭ с разными номерами, в разных окрасах и даже отличающихся внешне друг от друга. Первая, самая ранняя, с номером 485-й, которая имеет заводской окрас первых лет, что соответствует первым 800-м локомотивам, выпущенным до 70-го года. Можно сказать, эталонный окрас. Вторая серия ЧМЭ-3 1465, московской дороги. Так красились прототипы до 2900-х номеров или до 79-го года. Модели внешне отличаются от 485-й. Третья серия, с номером 2916, нашей Горьковской дороги. Она представляет собой переходный тип локомотивов, в которых на боковых стенках кабина появились гофры, а Коза все еще имел двери на капоте с выштамповкой, как на предыдущих номерах. Пожалуй, наиболее красивая серия. И четвертая серия ЧМЭ-3 от Евротрейна, тепловоз с номером 1652, но в корпоративном окрасе, ну типа современенный. Такую модель, кстати, можно использовать на макете с новым подвижным составом. Она также отлично впишется в ландшафт. Удивительная по красоте модель, изящная и предельно детализированная. При этом очень крепкая. Рама из металла, а поручни, которые обычно так легко повредить, из полиамеда, который гнется, но не ломается. Прекрасный ТК-съем, который спрятан внутрь тележек, а все оси с приводом стоят в особых бериллиевых подшипниках. Вторая и пятая колесные пары с возможностью вертикальных колебаний. Это делает прохождение неровности путей почти безупречным. Модель оснащена внешним и внутренним освещением. Прикольно катать по ночам. А для пущего реализма предусмотрена установка цифрового и звукового декодеров. В коробочку будет вложена инструкция. И еще в качестве бонуса пакетик с копийными сцепками SA3, звездой и концовыми рукавами. На случай, если джентльмен захочет поставить модель на полку. Если же джентльмен все еще сомневается, то компания Eurotrain предоставляет гарантию целый год на любую чмуху, купленную у них. Что тут думать? Надо покупать. И лучше не только для себя, но и для дедушки, который когда-то работал на этих машинах. Это ж как обрадуется старик. Приобрести свой тепловоз можно в Москве, около станции метро Трубные, где находится самый крупный магазин компании, или у метро Маяковская. А можно и в Питере, магазин у метро Технологический институт. В случае, если до Москвы и Питера далеко, предположим вы житель метановой планеты, то продукцию Eurotrain легко заказать в Иннайте. Ссылка-то будет в описании, даже искать не нужно. И кстати, у ребят есть даже своя группа в ВВК, куда заливаются красивые фото, модели и макетов. Мы уже подписались. Eurotrain и ВЛ-10 – это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Подожди, ВЛ-10 ты сказал? Точно. Мы же про него говорили. Вспомнил. Давайте тогда для антуража мы покажем вам модель десятки. Гигантскую, как паршивый шакал. Тарам! Во! Это конечно не 87-й масштаб, зато какая блестящая! Ишь ты, даже кабину проработали. На самом деле это Т-8, о котором мы упомянули в самом начале ролика. Поэтому странно, что на табличке ВЛ-10. Впрочем, что удивляться. Извольте, еще одна модель. ВЛ-8, но уже с блатным номером 0-0-0. Вообще непонятно, зачем 0-0? Почему 0-0, а? Слушай, а может это буквы? О-о-о! Ой, пора заканчивать ролик, а то мы уже упоролись. Друзья, товарищи, хотим спросить, а за какую машину стали бы топить вы? ВЛ-10 или ВЛ-80? И почему? Иначе говоря, что круче? Еще мы будем очень рады, если вы оцените этот ролик Морик, а также черканете какой-нибудь коммент. Да не забудьте подписку на канал проверить, прям не знаю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok